Туберкулез 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 появления ВИЧ-инфекции, как таковой, когда она вышла за пределы, появилась в Европе и так далее, ну, сейчас практически на всех континентах, да, очень высокий уровень, правда, поражения в Африке, очень высокий. И вот эти два заболевания пошли рука об руку. По сути дела, имеется место взаимодействие между ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Почему? Потому что ВИЧ-инфекция снижает иммунитет, а туберкулез только это и нужно. Но в нашей области, вот, высокий уровень заболеваемости туберкулезом относительно Поволжского федерального округа и относительно России связан опять-таки взаимодействием двух этих инфекций, ВИЧ и туберкулез. Потому что, вот, в среднем среди всех больных, которые заболевают туберкулезом, в частности, если мы возьмем 14-й год, 23% имели ВИЧ-инфекцию, то есть каждый пятый. Если мы будем говорить об опасности заболевания туберкулезом, кто бы, кто, скорее всего, заболеет туберкулезом? Кто заболеет? Ну, исходя из бытующих представлений об этом, то это все-таки какие-то асоциальные группы населения с низким уровнем жизни. Это, как правило, заключенные. Ну и что еще? Вот, как бы, такая информация распространена в обществе. Отчасти это верно. Дело в том, что, в общем-то, туберкулез является, уровень заболеваемости, смертности от туберкулеза, особенно заболеваемости, является, ну, как бы, индикатором социального благополучия. Ну да. Но мы должны понимать, что, скажем, вот, ну, так, в царской России, как сейчас говорят, то есть это где-то, когда началась статья, начало 20 века, уровень смертности был 400 случаев на 100 тысяч населения. Сейчас у нас заболеваемость, мы говорим, 69. То есть все это относительно. И такой низкий уровень жизни, какой был, скажем, тогда, он сейчас, наверное, сравним с тем, что мы на Юге Африке имеем. Вот. Поэтому, безусловно, это индикатор, но заболеть туберкулезом может абсолютно любой человек. И риск заболеть туберкулезом, конечно, вот в социальных группах, о которых мы говорили, он существенно выше. Но это не означает, что если человек имеет достаточно высокий социальный уровень, что он гарантирован от туберкулеза. Такого никто, такую гарантию никто не даст. А почему все-таки именно в колониях наибольшее сосредоточение людей, которые подвержены этому заболеванию? С чем это связано? Ну, скорее всего, что там большее скопление, опять же, ВИЧ-инфицированных, потому что это совершает преступление, скорее всего, наркоманы, которые попадают затем у нас в места лишения свободы, и закрытый тип нахождения осужденных, то есть там либо рачный тип, который существует у нас в ЛИУ-4, либо больницы, которые непосредственно находятся, это же закрытые двух- или трехэтажные здания, где находятся непосредственно пациенты. Как все-таки можно получить эту бактерию? Каким образом происходит заражение? Ну, наверное, я продолжу, расскажу немножечко. Значит, у нас два пути основных заражения. Это аэрогенный и алиментарный. Аэрогенный – это воздушно-капельный, то есть все те микробы, которые попадают в атмосферу нашу, окружающую, от пациента, со слюной, с мокротой, это все плавает в воздухе, и при попадании в организм, которые по некоторым причинам у нас ослаблены иммунитеты, стрессы, и все остальное и перечисленные, значит, происходит заболевание. И воздушно-капельный, сказала? Да. И алиментарный. Это при непосредственном, когда употребление происходит пищевых продуктов, это молоко, заболевшее животных, это коза, корова, либо мясо, которое не прошло термическую обработку. Второй путь алиментарный. Очень редко встречается у нас первое – это аэрогены, то есть воздушно-капельный, то есть непосредственное получение из воздуха. То есть получается, что эту бактерию можно вдохнуть так же, как и ОРВИ, так же, как грипп получить. Взрослого населения, 80% взрослого населения всего, это по статистике, опять же, все взрослые поражены этой палочкой. Только сработал иммунитет, и человек не заболел. То есть он является как бы непосредственно уносителем. Вот, кстати говоря, даже выписала цифру, сейчас вам скажу. Вот. В настоящее время на земном шаре более 2,5 миллиардов человек инфицировано микобактериями туберкулеза. Но заболеют далеко не все. Конечно. Чего это зависит? Это зависит прежде всего от иммунитета. Как только снижается иммунитет, риск развития заболевания сразу возрастает. и поэтому очень важно предотвратить. Все сделать для того, чтобы человек, даже если он инфицирован, не заболел. Или если он заболел, выявить это заболевание тогда, когда усилия медиков помогут этому человеку выздороветь и вернуться к обычному образу жизни. Я почему хотела поговорить еще, сказать, почему у нас такая высокая заболеваемость. Ведь у нас в регионе по сравнению с Россией и Приволжским федеральным округом у нас охват населения, всего населения профилактическими осмотрами на туберкулез вот по итогам 2014 года 82,5%. Это практически на 17%, почти на 20%, выше, чем в целом по Российской Федерации и чем в Приволжском федеральном округе. То есть у нас охват населения. И тогда как это связать? Понимаете, если вы возьмете тысячу человек и осмотрится 500 человек, вы выявите сколько, а если вы осмотрите всю тысячу, вы выявите заболевание больше. То есть я хочу сказать, что заболеваемость высокая в нашем регионе, она связана еще и с тем, что у нас выявляемость очень высокая. У нас очень хороший процент охвата населения профилактическими осмотрами. Вот, коль скоро такая большая цифра инфицированных, это очевидно означает, что человек всего скорее может долгое время или вообще всю жизнь не знать о том, что он инфицирован. и очень важно узнать об этом для того, чтобы уберечь себя правильно. Тогда возникает вопрос, как это сделать. Просто так регулярно ходить и сдавать какие-то анализы, опасаясь, а не получил ли ты уже такую бактерию или все-таки должно что-то насторожить и должны быть какие-то предпосылки для того. Во-первых, вот смотрите, тут мы говорим о стройной системе, которая уже сложилась в нашей стране десятки лет. Эта система сложилась еще... Ну, она менялась туда-сюда. Ну, подождите, подождите, нет, она так не менялась. Так. Нет, зачем? Когда произошла революция и уже вот диагностика, лечение туберкулеза стала государственной задачей, это было вот еще 20-е годы, ну, начало 20-х годов, то вообще тогда была такая система, что как можно больше агитировали людей идти к врачу и искать туберкулез. Ну, как бы мы сказали, что население здоровое, шло сразу к фтезиатору и фтезиатор пытался выявить туберкулез у пациента. И эта система, она, ну, как бы не дала эффекта, потому что, естественно, фтезиаторы работали с огромной нагрузкой, тогда такие кабинеты только открывались, еще тогда о детских фтезиаторах вообще никто не слышал, но так как они перелопачивали большую массу здорового населения, выявляемость была крайне мала. И поэтому в нашей стране пошли по другому пути. То есть у нас выявление туберкулеза, этим занимается общая лечебная сеть, то есть не специализированная противотуберкулезная служба. И именно там проводятся профилактические мероприятия у взрослых и у детей. Это разные мероприятия. У взрослых это с 15 лет это флюорография, и у подростков с 15 до 17 это и флюорография, и туберкуленно-диагностика. А у детей это туберкуленно-диагностика. И я думаю, что Игорь Леонидович подробнее расскажет сейчас, что это такое, для чего это нужно. Вот как раз туберкуленно-диагностика нужна для того, чтобы подтвердить или опровергнуть факт инфицирования, то есть проникновения микобактерии туберкулеза в организм ребенка. Взрослым мы туберкуленно-диагностику не проводим, потому что в этом уже нет необходимости. А вот среди детей это с года и до 17 лет включительно мы ежегодно проводим туберкуленно-диагностику. А вот вы сейчас, чтобы все поняли, говорите про манту? Про пробу манту, совершенно верно. И если мы видим, что у ребенка, то есть есть три варианта. Первый вариант, проба отрицательная, ну и хорошо, значит, инфекции нет. Второе, мы видим, что проба положительная, тут вероятность инфекции, то есть появляется вероятность вот вероятность инфицирования, да? Но не факт еще, что есть. Но не факт, я чуть позже. Дальше. Проба положительная и нарастает, то есть все больше, каждый год, делаем, допустим, было 5 миллиметров, да? Или там нет, лучше сказать, 4 миллиметра, потом, скажем, 7 миллиметров и так далее, да? Или же проба очень большая, имеется в виду, когда вот это покраснение и вздутие кожи, скажем, больше 17 и более миллиметров. Вот в этих трех случаях, вероятнее всего, инфицирование произошло. Сейчас недавно появился новый препарат у нас в России, так называемый диаскин-тест. Чем он отличается от обычной пробы? Вот. Вот удивительно, что более 100 лет не было изобретено никаких новых методов в области массовой туберкулинодиагностики. И теперь, наконец-то, есть, да? Ну, это благодаря генной инженерии. Так, и что же это? И вот этот прорыв, который произошел и происходит, это иммунолийский препарат, который мы также вводим, как, она проводится абсолютно диаскин-тестом, как и проба МАНТУ, абсолютно одинаково. Но, в отличие от проба МАНТУ, вот этот препарат реагирует только на размножающиеся, болезнетворные микобактерии туберкулеза. И чем это... То есть здесь уже вероятность выше определения. Да, и тут вероятность практически приближается к 100%. И если такого ребенка, да, направляет в общей лечебной сети проба МАНТУ провели, вот как мы сказали, либо она впервые положительная, либо нарастающая, либо очень большая, ну, так называемая гиперологическая проба, то эти дети направляются в тезиатору, тезиатор проводит пробу МАНТУ, вернее, извините, детский тест, и уже по детским тестам мы определяем. Больше того, вот мы сейчас по нашему новому приказу планируется так, что подросткам и детям, начиная с 8-летнего возраста, проводить только диаскин-тест. Почему? Для того, что реакция или проба МАНТУ может реагировать не только на болезнетворные микобактерии и туберкулезы, но и на вакцинные штаммы, потому что у нас же прививку делают БСЖ всем детям. и диаскин-тест на БСЖ не реагирует. Это отличие. Вы сказали, что это нужно делать только детям, взрослым бесполезно. А почему взрослым бесполезно делать пробу? Нет, почему бесполезно? Просто детям не проводится скрининговая диагностика. То есть исследование сплошь. Для взрослых массовое. Массовое. То есть всем детям. А взрослым мы можем проводить, но там уже по показаниям. реконсультацию уже в тезиатр непосредственно. А для взрослых предназначена флюорография для своевременного выявления туберкулеза? До сих пор вызывают постоянные споры между родителями и врачами вопрос, нужна ли прививка против туберкулеза. И вот на основании того, что туберкулезом чаще болеют люди низкого социального статуса или там страдающие иммунодефицитом, в некоторых развитых странах обязательной вакцинации подвергаются только люди именно группы риска. Что медицина на сегодняшний день все-таки говорит по поводу прививок? В этих странах, там, где проводится вакцинация групп риска, заболеваемость в разы меньше, чем у нас. В странах с высокой заболеваемостью отменять вакцинацию детям это просто преступление. То есть, это очень опасно. Я думаю, что и Европа сейчас тоже они будут думать, потому что тут миграционные процессы, которые идут. Из Африки туда едут люди, из других стран, где уровень заболеваемости очень высокий и, безусловно, выше, чем в нашей стране и в нашей Самарской области. Они к этому придут, однозначно. Но от чего защищает вакцина БСЖ? Вакцина БСЖ защищает от тяжелых, смертельно опасных инвалидизирующих форм туберкулеза. Вот я очень нравится такой пример. Ну, вот в моем детстве, в моем детстве, ну, практически, вот, если не на улице, то в городе можно, нередко можно было увидеть людей горбатых с горбом. Даже вот сказка есть, да, там. А сейчас практически нет. Почему? Это БСЖ. Да что вы? Да. Потому что горб образуется вследствие поражения позвоночника микобактериями туберкулеза. И все. И вот человек будет тут. А БСЖ нас избавило вот от такой серьезной проблемы. Я уж не говорю про аменингиты туберкулезные и так далее, там подобное поражение. Это очень яркий пример. Да. Вот, то есть это мы... Делать или нет. Да, да. Вот БСЖ. Да, и еще такой момент, вот, если уж в качестве примера, моя пациентка, давнишняя, давнишняя пациентка, она сейчас, ну, по крайней мере, это было несколько лет назад, она в Швейцарии живет. И вот она собиралась с ребенком, с ребенком, с своим, она родила, родители здесь, приехать сюда, показать бабушке, дедушке. И в Швейцарии говорят, вот едете в Россию, сделайте БСЖ. То есть, понимаете, вот швейцарские врачи, несмотря на то, что там очень мало, они не забывают о вот этих вещах. Вот мы с вами сейчас говорим о том, что нужно защищаться, что это опасно, но не объяснили, в чем опасность, какие органы поражают туберкулез, и что может в результате вообще случиться. туберкулез поражает абсолютно все органы, кроме волос и ногтей. Мы это чаще слышим про легкие. Да. Это вот из всех показателей, 80, даже, наверное, 90 процентов, да, Игорь Леонидович, скорее всего, что поражаются органы. Это легкие, да. Это однозначно, потому что, опять же, основной путь это воздушно-капельный. То есть сразу, где седает палочка, у нас легких. Вдохнули, да. Да, вдохнули, она стала развиваться. Основные пути, это вот, как бы я сказала, воздушно-капельный, но у нас причины существуют. Вот все говорят, вот как бы опять социальный, да, образ жизни, асоциальный. Нет. Это большие стрессы. То есть сейчас у нас идет прослойка тех людей, которые работают. Это работающие люди, которые получают стресс на работе. То есть загруженные, работают две смены, чтобы получить больше денег или большую зарплату. И вот из-за этого, что там неправильно покушал он, пришел на работу, не успел покушать, и начинается снижение иммунитета. Вот сейчас идет прослойка у нас работающих людей. Но стресс в любом случае снижает иммунитет, и это уже барьер снимается перед, наверное, многими-многими заболеваниями, на самом деле. Ну а если все-таки не лечить туберкулез, что вот? У 50% случаев это смерть. Да. То есть половина больных, которые не лечатся, это высокие, то есть практически это люди будут обречены. Половина выздоровеет. Ну как выздоровеет, да? То есть тяжелые хронические инвалидизирующие формы туберкулеза. Вот возьмите ряд таких вот известных фамилий, Чехов, Белинский, они же погибли от туберкулеза. Вот. Потому что в то время не было тех возможностей, которые имеет наша современная медицинская наука и практика. Наталья Артуровна, когда я сказала, что система менялась, вы со мной не согласились, я, может быть, просто неправильно выразилась. Речь вот идет о чем. Флюорография это не является обязательной, правильно? То есть она рекомендуется и надо бы, да, и все знают. Но если человек не проходит никакого обследования, ему не нужны никакие справки, он живет и живет и может не ходить и не проходить это обследование. Насколько оно важно и почему? Ну, вы правильно сказали, что в нашей стране в советские времена этот метод был, конечно, вернее, наверное, отношение было немножко другое. Когда человеку говорили, что нужно сделать, человек, не рассуждая, шел и делал. Да, и в результате этого в советское время вот к концу распада Советского Союза заболеваемость в нашей стране от туберкулеза, она была намного-намного ниже, чем сейчас. И, конечно, вот это флюорографическое исследование, оно играло не последнюю роль. Конечно, регулярные флюорографические исследования, профилактические, то есть, когда у человека нет еще симптомов, когда его обследуют и выявляют туберкулез рано, то есть, когда это маленький очаг, когда человек еще не бактериевыделитель, когда поражена там небольшая часть легкого, а не несколько сегментов. То есть, это дает возможность или человеку достаточно быстро излечиться, или дает ему возможность не представлять опасность для других, не заразить других. Конечно, чем больше выявлено на такой стадии, тем, естественно, лучше для всех. И для самого человека, и для окружающих, и для общества в целом. Но для этого каждый взрослый человек, каждый, должен проходить флюорографию ежегодно. Это если человек не относится к группе риска, если он не болеет, если у него нет никаких симптомов, раз в год. Причем по новым санитарно-противоэпидемическим правилам, как раз для территории, у которых заболеваемость выше 60 на 100 тысяч населения, к которому относится и наш регион, вот теперь установлена новая кратность. То есть, все мы должны проходить флюорографию ежегодно. Но есть определенные группы риска, пациенты, например, у которых есть ВИЧ-инфекция, пациенты, которые наблюдаются у наркологов, у психиатров, они должны проходить флюорографию два раза в год. Или, допустим, те люди, которые контактны, у которых есть какой-либо контакт с больными туберкулезом, или профессиональный, или бытовой. Вот эти пациенты тоже должны проходить обязательно флюорографию два раза в год. Сотрудники роддома, ну, естественно, потому что если у них пропустить туберкулез, естественно, маленькие дети не могут их заразить. То есть, есть определенные вот группы, которые проходят не раз, а два раза в год. Ну, и в оставшиеся буквально несколько минут расскажите, пожалуйста, как все-таки не заразиться, что делать, какая профилактика, как не заболеть? Ведь, в общем-то, люди эти живут среди нас, правильно? Здесь есть два пути. Первый путь, если мы говорим о детях, это проходить туберкулезную диагностику, да, это чтобы мы все время выявили, если все-таки произошло инфицирование или заболевание, это первое. И второе, флюорография. То есть, каждый, послушав эту передачу, должен подумать о таких моментах, что все-таки первое место по уровню опасности это ВИЧ-инфекция, в этот раз мы говорили. И второе, это те люди, которые не проходили флюорографию два и более лет. То есть, это нужно обязательно пойти и пройти флюорографию. Вот как-то на прием к нам обратился молодой человек, он предприниматель, у него бизнес там свой небольшой, он прошел флюорографию и у него был выявлен туберкулез. Он говорит, как? Почему? Я же не чувствую ничего. Для него это был шок. Но в конце концов, когда мы с ним поговорили и ему объяснили, что хорошо, что вы прошли флюорографию, а если бы еще год, то с чем бы мы столкнулись? С чем бы вы столкнулись? Все, он вылечился, нет вопросов. Я думаю, что главный такой итог нашего сегодняшнего разговора все-таки сказать, что туберкулез не канул в лету, что он не является безобидным заболеванием и что более того, сегодня он становится устойчив к лекарственным препаратам и постоянно мутирует. Сегодня в связи с введением обязательной вакцины профилактики и наличием ряда эффективных противотуберкулезных химиопрепаратов люди способны контролировать это заболевание. Однако и сейчас в России умирают осложнение туберкулеза более 20 тысяч людей в год. Именно поэтому так важно соблюдать все рекомендации врачей, касающиеся профилактики туберкулеза, потому что его опасность в отсутствии знаний. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин